Утворяется сникерс в мега-адыгее. Сейчас выбросили, красная тегля была, я ему напомнил о том, что существуют отходы, и он отнес вот туда вот в нужный бак с мягким пластиком. Вообще в 2011 году, когда у меня было просветление небольшое после поездки в центральную часть России, и я вернулся в Екатеринбург в 2011 году, стал очищать Кутузские горы, Кутузский парк. И когда ходил с пакетом, то есть я пошел, специально купил большие пакеты черные, 50-литровые, и собирал все, что было выброшено другими людьми на лесопарковую зону. И тогда мне пришла идея, что можно по тому, какой мусор выбрасывают, представлять покупатель, каких брендов является менее ответственным. Ну, можно, конечно, градацию было делать по другим параметрам, я к тому, что еще до Artificial Intelligence Big Data такая идея уже появлялась, ну, скорее всего, не только у меня. И сейчас, когда ты идешь, например, выкидывать отходы в необходимые, нужные баки. По тем брендам, которые представлены, ну, например, в стекле, потому что самое интересное – это стекло, то, что в стекле пьется, выпивается, съедается. И в металле. В бумаге в основном может попадаться обычная макулатура, то есть там данные немножко более сложные. Пластик тоже, там выборка небольшая, то есть это могут быть какие-то обычные пластики в бутылке, ну, с водой и остальное. Вот. Можно представлять, кто, покупатели каких брендов, опять же, более ответственны в смысле сортировки отходов. Ну, тут нужно, конечно, немного под задуматься. Может быть, параметры какие-то будут другие, то есть какие могут быть отклонения и вот все такое интересное. То есть это, ну, это уже настоящее. В Америке, по крайней мере, этим уже занимаются. В России нужны такие люди, как я, чтобы у меня, чтобы со мной вместе такие сложности, такие интересные задачи решать, потому что я этим интересуюсь, я в этом понимаю. Майу!